Это могла быть ваша рука, это я свои. Ну все, на лису уже нету больше ничего. Саша, я знаю, ты смотришь этот ролик. Привет тебе. Спасибо за кролика. Видишь, как Алиса с удовольствием его поедает. О! Ну, белый, тебе практически ничего не осталось. Защиту белого он съел кролика, свою порцию. Все. Ну что? Теперь можно и поспать. А-а-а! Белый, она с тобой не играет? Алиса? Как твои дела? Ага-га-га! Ты поиграться. Весь день не игралась. Ну? Кто там у дерева сел? За хвостом, за своим. Ну? А-а-а! Такая взрослая за хвостом гоняется. И за белым тоже. Белый ее не понимает. Что происходит? Что происходит? А это ты так говоришь, поиграться? Давай, поиграемся, давай. А-а-а! 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 Так, смотрит, есть ли там еще что-то. Я, например, знаю, что больше ничего нет. Белый. Что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, лучше надо прятать. Или, по крайней мере, не прятать в присутствии лисы. Хотя она прибежала, когда ты уже прятал. Разорила? Ну, вот так. Ну, белый эксперимент номер один не получился. К сожалению. Ну, точнее, получился, но как бы... Ты хотя бы не кричишь, как лиса, и не вертишь хвостом около. Ладно, лиса. Поздравляю тебя. Да, печалька. Но я думаю, что это будет опыт на будущее. Ну, ты покусала. А, заначки. Сделала заначки здесь, а рядом собаки входят. А сейчас уже холодно, заначки нужны. Еще нужнее, чем раньше. Хо-хо-хо! Ну вот я угадал, вот из-за чего весь скандал. Новое место, где можно спрятать. Кстати, многие спрашивают, зачем у лисы на кончике хвоста белая. Объясняю, пока лиса убежала. Когда маленькие лисята есть, лисы ночные животные. И когда лиса идет с ними на охоту еще куда-то, то как раз этот кончик хвоста белый, он как маркер, то есть они его видят. Вот и бегут, соответственно, за своей мамой. Ну все, теперь мы ее не найдем. Вдолжение истории про утилизацию сала. Алиса уже на протяжении часа бегает и прячет куски. Точнее, она прячет один кусок. Это очень выгодная позиция, так как жир она не ест. Вот, и кусок, видите, большой лежит. Состоит из маленьких. Я его отдал Алисе. Вот она она, кстати, опять. Она... То есть, чтобы найти одно место для одного куска в присутствии двух собак. Раз, два. Нужно потратить пару часов времени. Может быть, даже больше. Отбежать десять раз все вокруг. Посмотреть. Три раза спрятать и так далее. Потом вернуться за следующим куском. Так что эта история надолго. Да? Ну, а как итог, соответственно, все куски будут спрятаны, закопаны. И, в принципе, больше никогда никому не понадобится. Вообще ничего тебе даже не говорил. Кстати, вот интересно, я читал, что у лис около, как бы, их нор, где у них детеныша выводится. Они никаких животных не убивают. И даже вот прямо около норы птицы делают гнезда. И, как бы, они их не трогают. Вот для меня это удивительно. Потому что я себе даже такого не представляю. Что вот это не съело того, кто двигается где-то рядом. Смотрите на эту бедную, измученную голодом лису. У нее сегодня воскресенье. И я приготовил ей суп. Ну, не только ей, а и собакам. Так что, сейчас что такое? Что, облизываешься? Ну, давай, пойдем. Так, вот, ты знаешь, что забегать не надо. Пойдем. Да, я закрываю дверь. Сначала тебе. Чтоб тебя убрать от собак. Пошли. Ой, ой, ой. Шума-то сколько. Пойдем. Каша уже надоела. Надо давать какие-то еще продукты. И Алиса тут как тут. Так, спокойствие. Руки мне, самое главное. Тихо-тихо-тихо. Ты так может тяпнуть. Это же... Давай, бери сырое мясо и дуй. Сейчас. Она взяла сырое мясо. Самое главное с дикими животными это не делать так, как с обычными. То есть, если собак, особенно за границей, делают так, чтобы им руки в рот совали, когда они едят еду, то у Алисы все по-другому. И если...